Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В 16-м туре чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге футбольный клуб Гомель упустил победу над Гродненским Неманом. Поединок завершился минимальной ничьей 1-1. Сейчас зелено-белые находятся на 14-й позиции и имеют в активе 14 очков. Напомню, 17-й тур стартует только 10 августа. Сейчас команды высшей лиги ушли на межкруговой перерыв и открыли трансферное окно. Команду покинул полузащитник Дмитрий Халимончиков. 20-летний футболист в нынешнем сезоне выступал за дублирующий состав. Александр Немирко вернулся в БТ. Полузащитник выступал за зелено-белых на правах аренды и провел за основу Гомеля две игры в чемпионате Беларуси. Есть и новички. Игроком Гомеля стал полузащитник Эдуард Суханов. Контракт с 28-летним россиянином рассчитан до конца сезона. Ранее футболист защищал цвета ряда российских клубов. Димитровградской академии, Подольского Витязя, Казанского Рубина-2, Нижегородской Волги, Калининградской Балтики и Армавира. В 2011-2013 годах играл в латвийском Венспилсе, в составе которого дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка. Подписал контракт с Гомелем и российский хавбэк Дмитрий Маляка. Выступал за Ростов, Томь, Красноярский Енисей, Ангушт из Назрани, Нижегородскую Волгу, Нижникамский нефтехимик, луч энергию из Владивостока. Последним клубом в карьере полузащитника был Ереванский Арарат. Хоккейный клуб «Гомель» сыграет свой первый матч в Кубке Солея 1 августа. Матч пройдет в Пинске, где соперниками «Рысей» станут местные ястребы. 3 и 7 августа домашние матчи «Гомеля» против Могилева и Ю-20 пройдут в Жлобинском ледовом дворце «Металлург». 10 и 14 августа домашние игры с Бобруйском и Барановичами пройдут на Бобруйской арене. 1, 5 и 12 августа «Рыси» проведут выездные матчи с Пинскими ястребами, Оршанским локомотивом и Гродненским неманом соответственно. Время начала матчей в будние дни 19.00, в выходные дни 13.00. Напомню, по техническим причинам ледовый дворец «Гомеля» не сможет принять домашние матчи нашей команды. Две бронзы и золото. На молодежном Кубке Европы под «Зюдо» гомельчане завоевали три медали. Сначала Егор Трухан, выступающий в категории 70 кг, завоевал бронзовую медаль. Затем спортсмены-тяжеловесы из нашей области продолжили успешное выступление в весовой группе до 90 кг. Александр Сидорик выиграл в борьбе за бронзу, а вот Иван Дубина стал абсолютным победителем и добавил в копилку сборной Беларуси золото. Гомельчанин Глеб Макаренко завоевал медаль «Высшие пробы» по греко-римской борьбе в первый день Европейского юношеского фестиваля в Баку. Беларус уверенно провел несколько предварительных поединков, в которых был сильнее представителей России и Германии. В полуфинале Глебу Макаренко попытался оказать сопротивление спортсмен из Румынии, но пропустил несколько накатов и вынужден был уступить место в финале Беларусу. В решающей схватке Глеб Макаренко оказался сильнее Ромео Беридзе из Грузии. Отмечу, после турнира в Баку гомельчанин отправится на юниорский чемпионат мира. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.